Привет! Рада, что заглянули ко мне в гости. Сегодня хочу показать свои парфюмы, свои ароматы, свою коллекцию, чем я пользуюсь, что мне очень нравится и доставляет удовольствие. Давайте начнем с первого аромата, самого нежного, самого женственного. Это Sergio Tachini Donna. Это такой свежий, легкий, немного наивный, хрупкий цветочный аромат. Верхние ноты водяная лилия, лотос, бергамот, ананас, средние ноты ландо, жасмин, базовые ноты мускус, сандал, ваниль и амбра. У меня туалетная водичка в объеме 50 мл уже далеко не первая. Я очень люблю этот аромат. Когда первый раз я его приобрела, я в него просто влюбилась и поняла, что он обязательно должен быть в моей коллекции. Для меня это сама женственность, само очарование. Это такой красивый, чистый аромат. Сначала кажется, что он интенсивный, но потом преображается, становится более нежным, очень хорошо раскрывается, хорошо на мне сидит. Для подчеркивания своей нежности, слабости, соблазнительности женского начала, этот аромат просто потрясающий. Очень его люблю. Стойкость у него часа 3 на мне держится, потом уже нужно обновлять. Как он закончится, я его обязательно повторю. Еще одна донна в моей коллекции, только уже от Труссарди. В объеме 30 мл. Это роскошный цветочный аромат. Относится к группе цветочно-ориентальные. Что такое цветочно-ориентальные? Вообще, ориентальные ароматы это магические, слегка дурманющие, такие обволакивающие, изысканные. Они притягивают аккордом древесно-амбровых нот. Я обожаю это сочетание древесно-амбровых нот. Просто схожу с ума по этим аккордам. Если еще привести вам пример, что мне нравится из именно ориентальных ароматов, то это Александр МакКуин. Его водичка МакКуин Делюкс Эдишн. Восточно-цветочная уходит. И еще Диор, как она там называлась, Пошин. Да, туалетная водичка Пошин Гелл. Но она уже у нас восточно-гурманская такая, восточная сладость. Больше присутствует там кофе, пастила, карамель. Ну, давайте вернемся к нашей Донне. Это такой ненавязчивый, нежный, соблазнительный, но в то же время романтичный. Окутывает теплым облаком. Делая вас нежной, легкой, утонченной. Я его очень люблю, когда не знаю, что мне хочется надеть на себя в качестве аромата, то я беру именно Труссар Дидонна и не ошибаюсь. Для меня это аромат женского шарма, женской тайны, обворожительности. Когда ты нежная, но в то же время дерзкая. Есть здесь сладкие ноты в сочетании с едва уловимой горечью и терпкостью цитрусовых. Давайте расскажу вам про базу. Здесь верхние ноты это юдзу. Юдзу это у нас, ну, такой фруктовый замес, мандарин и лимон. Гибрид мандарины и лимона. Потрясающее сочетание. И фруктовые ноты. Средние ноты жасмин, африканский апельсиновый цвет и лотос. Базовые ноты. Ваниль, сандал, пачуль и вирджинский кедр. Как они хорошо сочетаются в базе. Как они раскрываются на моей коже. Просто великолепно. Также мне нравится упаковка. Очень красивая. Лаконичная, стильная. Мне она очень-очень нравится. Всегда храню коробки от своих ароматов. Вот не знаю, есть у меня такая фишечка. Очень красивый аромат. Достойный представитель моей коллекции. Следующий представитель это Versace Bright Crystal. Яркий, мой самый любимый кристаллик. Давайте начнем с упаковки. Упаковка в нежно-розовых тона с градиентом. Переход от светлого, практически белому, к розовому. Просто ничего лишнего. Красивая, роскошная упаковка. Одно наслаждение на нее смотреть. Что касается аромата, то его тоже очень многие любят. Он очень красивый. Смотрите, здесь такая у нас эмблема дома Versace. Если вам будет видно, вот, наверное, видно. Одно удовольствие держать его в руках. У меня в объеме 30 мл. Я им наслаждаюсь, девочки. Просто наслаждаюсь. Он роскошный. Он манящий. Он для женственных, но свободолюбивых девушек. Он динамичный. Он с первых нот в себя влюбляет. Берет в плен эйфории. Поднимает настроение. Когда у меня плохое настроение, когда у меня упадок сил, я всегда им пользуюсь. И просто вот моментально поднимается у меня настроение. Это классический цветочный аромат. Относится к группе цветочно-фруктовых, мускусных. Верхние ноты Юдзу. Нам уже с вами знакомы. Гранат. Средние ноты Лотос. Магнолия. Пион. И базовые ноты. Ну, конечно же, мой любимый. Мускус. Амбра. И красное дерево. Вот это сочетание мускуса, амбра, красного дерева просто потрясающе. По стойкости у него часа 4-5. Он шлейфовый. Очень хорошо, деликатно раскрывается, нежно. На коже я его слышу до 6-7 часов. Подходит абсолютно для любого времени года. Он очень эффектно и выигрышно смотрится на мне. Довольно соблазнительный, но деликатный. Вот знаете, соблазнительность такая не вычурная, а деликатная, женственная, достойная. В Иль де Бате вот сейчас он продается за 30 мл. Где-то 4200. Его средняя цена. Обязательно его повторю, как только закончится этот флакончик. Аромат в объеме 50 мл. Это Dolce & Gabbana Light Blue. Аромат многим любимый, многим знакомый. Я тоже не смогла остаться в стороне такого прекрасного аромата. Вот это сразу утонченный, сразу невероятно стильный, невероятно пленительный. Покоряет с первых буквально мгновений этот аромат. Как только первый раз я его почувствовала, я сразу в него влюбилась. Знаете, любовь с первого взгляда. Вы верите в любовь с первого взгляда, девочки? Я, что касается ароматов и парфюмов, верю. Для любительниц путешествий, для девушек, которые не сидят на месте, они стремятся познать что-то новое, стремятся наслаждаться жизнью. Флакон очень сдержанный, очень простой и лаконичный. Выполнен из матового органического стекла. Простой, но стильный, очень стильный. Сама коробочка, посмотрите, какая красивая. У меня этой туалетной водички именно лимитированная коллекция. Вот здесь, видите, написано. Лимитированная коллекция Dreaming in Portofino. Сон в Портофино. Портофино – это небольшой город в Италии, часть итальянской ривьеры, самый красивый порт Средиземноморья. Естественно, не спроста здесь такая пометка указана. То есть, все указывает на то, что с этим ароматом вы отдыхаете, вы наслаждаетесь жизнью, как у нас любят делать итальянцы. Неспешный, размеренный образ жизни, отдых, удовольствие, путешествие Средиземноморья. Просто с этим ароматом это все удастся в полном объеме. Это цветочно-фруктовый аромат Средиземноморского отдыха, летних, беззаботных, солнечных дней, страстных летних ночей. Ну, конечно, Сон в Портофино, лимитированная коллекция, немножко отличается по каким-то нотам от обычной версии. 50 мл пользуюсь с удовольствием. У меня уже практически половины флакончика нет. Что касается нот, то верхние ноты личи, амбретто, это аналог амбры. Ноты сердца, османтус, ирис, базовые ноты амбра, мускус и пачули. Ну, как я могла пройти мимо моего самого любимого сочетания базовых нот, амбра, мускус и пачули. Я их просто обожаю, они сводят меня с ума. Вот в этом аромате есть загадка. Вы сами становитесь загадочной, очаровательной. Есть изюминка безмятежного отдыха и манящей женственности. Просто потрясающий аромат. Дольче Габбанна, императрица. У меня в объеме 50 мл. Это аромат женской нежности, тайны, роскошного образа. Это аромат женской нежности, таинственности, для эффектного, роскошного образа, для девушек манящих, для девушек харизматичных, обаятельных. Аромат абсолютно для меня универсальный. Он одинаково хорош сочетается как с дневным, даже деловым образом, так и с вечерним нарядом. Это, знаете, тот случай, когда вы приглашены, сразу же после работы приглашены на какой-то вечер, на какое-то мероприятие. И вам с этим ароматом, императрица, удается изысканно выглядеть и на работе, и также изысканно хорошо провести свой вечер. Потому что этот аромат всегда подчеркнет вашу индивидуальность, раскроет безупречное чувство стиля. С этим ароматом сразу хочется, знаете, выпрямить спинку, хочется надеть каблучки, хочется юбочку, украшения. Вот вы сразу девочка-девочка, вы сразу императрица. Не зря у аромата такое название. Названию аромат обязан магии карт Таро. Номер три в картах Таро – это императрица. Это любовь к себе, в первую очередь, любовь к окружающим и подача себя, как женщины. Понимаете, вот вы идете и себя несете с этим ароматом. Начальные ноты – ревень, киви, розовый перец. Ноты сердца – арбуз, цикламен, жасмин. Базовые ноты – лимонное дерево, сандал и мускус. Довольно стойкий аромат. Стойкость для меня 5-6 часов. Шлейфовый. Очень стильный дизайн. Что касается флакона, то он выполнен из прозрачного органического стекла. Имеет черный колпачок. Это как символ интриги, загадочности, присущей каждой женщине. Очень такое добротное, качественное дно. Стеклянное. Очень красивый. Простой, лаконичный, но женственный, роскошный аромат. Следующий представитель парфюмерного дома Dolce & Gabbana – это The One. Единственная. Конечно же, она есть в моей коллекции. Есть в моем использовании. Это уже восточно-цветочный аромат для девушек хрупких, романтичных, но в то же время, безусловно, темпераментных, безусловно, страстных, таких восточных красавиц. Даже не то, чтобы по внешности, а по характеру и по манере подачи себя. Это тонкий, но динамичный, яркий, магнетический аромат. Верхние ноты – персик, личий, мандарин, бергамот. Средние ноты – это лилия, слива, жасмин, ландыш. Базовые ноты – это ваниль, амбра, мускус. И здесь присутствует в базе также ветивер. Ветивер – это трава с ароматными корнями. То есть сразу же в базе у нас присутствует такой, благодаря ветиверу, насыщенный, глубокий, теплый, согревающий, обнимающий оттенок. Как вы видите, флакон выполнен просто роскошно. Флакон из стекла золотистого оттенка символизирует восходящее солнце. А колпачок напоминает слиток чистого золота. Очень красиво, выигрышно смотрится. Сразу ассоциируется с роскошью, с богатством, с достатком, с шикарным образом жизни. Да и сама коробочка просто великолепно, очень выигрышно смотрится и подчеркивает сам флакончик с ароматом. Герлен Аква Аллегория. У меня мандарин базилик. 75 мл. Одна из моих недавних приобретений и очень-очень удачных. Я уже вовсю распробовала этот аромат. Его поносила, потестировала и теперь составила полное мнение о нем. Ну, конечно же, это цитрусово-фужерный аромат. Он отличается от моих постояльцев, от моих любимцев. Поэтому я его тоже люблю. Это горьковато-сладкий аромат цветущих апельсиновых садов. Вот здесь, знаете, здесь мандарин солирует. Но мандарин не ассоциирующийся с Новым Годом, а мандарин именно такой испанский, мандарин турецкий, мандарин солнечный, жизнерадостный. Он как будто брыжет с такими бликами, с солнечными капельками. Он яркий, он слегка дерзкий, он задорный, позитивный. Вообще цитрусы поднимают настроение. А здесь сам мандарин, он буквально вот с первых секунд, понимаете, бодрит, освежает. Верхние ноты сочный грейпфрут и лимон и бергамот. Ноты сердца сладкая груша асмантус, лепестки апельсинового дерева. Базовые ноты дубовый мух, белый кедр и, конечно же, шлейф белого мускуса. Ну, куда уже без него. Аромат очень жизнерадостный, очень позитивный, такой природный, весенний. Для меня ассоциация с первыми весенними днями, когда вся природа просыпается, сразу чувствуется тепло, сразу чувствуется жизнеутверждающая начало этого аромата. Очень яркий, искрящийся, бодрящий. Что касается стойкости, то он довольно на мне стойкий. Я его чувствую на волосах, на одежде, чувствую на себе. Когда, знаете, легкий ветерок, когда колышутся волосы, я его ощущаю. Он такой ненавязчивый, такой деликатный, но тут же говорит, что я здесь, я с тобой. Я подчеркиваю твою индивидуальность. У него очень красивая крышечка, полностью стеклянная. Пришлось ее снять, чтобы она не отсвечивала. Смотрите, само оформление, пчелка здесь у нас не зря нарисована, само оформление шикарное. Эти соты, это такое золотое тиснение, очень красивая упаковка. Потрясающе смотрится на туалетном столике и уже одним своим видом поднимает настроение. Компания Ив Роше. Парфюмированная водичка в объятиях ночи. С ароматами парфюмами Ив Роше я не очень дружу, потому что для меня они в большей своей части удушающие, давящие, не подчеркивающие мою индивидуальность, а именно вот такие, знаете, душащие ароматы. Поэтому все, что у меня было, когда-то я вам показывала, я от всего этого избавила, все ароматы отдала и подарила. Но вот совершенно случайно ко мне пришел аромат в объятиях ночи. И вы знаете, я его полюбила. Полюбила и вот уже практически половину бутылочки уговорила. Здесь у нас 10 мл. Он мне понравился именно на холодное зимнее время. На позднюю осень, на зиму очень хорошо мне зашел. Что касается аромата, то это, конечно же, не дневной, это не повседневный. Это очень чувственный, романтический, но, знаете, романтика, переходящая в ночь. Это такое свидание с продолжением. Здесь, что касается нот, то здесь ирис, который дает нам нежный соблазн. Это мандарин, который дает нам яркий задор. Это пачули, очень гурманский аромат, который мы с вами уже тоже рассматривали сегодня. И это, конечно, ветивер, древесно-бархатный аккорд. Очень хороший по стойкости. Весь день может держаться. Если с утра вы его нанесете, то до позднего вечера он будет с вами. У него очень хороший шлейф, окутывающий, такой магнетический. Как я уже сказала, для меня лично он больше подходит и лучше смотрится именно вечером. Вечером, когда какое-то мероприятие, когда свидание, переходящее в томную ночь. Потому что вот это, знаете, нотка ветивера и пачули, ну абсолютно вечерний аромат. Абсолютно ночной, такой сексуальный. Как мне кажется, здесь не зря у нас губы, женские поцелуи. Просто супер. Аромат понравился. Я не скажу, что буду покупать полноразмерную версию. Мне кажется, этих 10 мл вполне хватит мне, чтобы познакомиться и его с удовольствием поносить. И последний представитель моей коллекции это компания Бьютифик. Это парфюм. Это концентрированные духи. Называются они Круиз Джул. 10 мл. Духи у нас роликовые, с масляной основой. Это такой водно-цветочный аромат. Верхние ноты у нас тропический лимон и мята. Ноты сердца пион, жасмин и розовый перец. А базовые ноты это коричневый сахар, благородный кедр и французский лабадум. Лабадум это смола из растений ладанника. Смола такая тоже терпкая, горьковатая. Очень хорошо сидит именно в качестве базовых нот. Как обещает производитель, здесь написано на упаковочке, почувствуй себя супермоделью. Почувствуй на себя взгляды, как будто ты на фотосессии на борту белоснежной яхты. Довольно стойкий, приятный аромат. Удобно, что есть роликовый аппликатор. Удобный формат, чтобы брать его с собой. Для меня это абсолютно повседневный аромат. Если я не знаю, что хочу сегодня использовать, то я кидаю его в сумочку и в течение дня могу с ним ходить. Тоже неплохо. 10 мл здесь хватит очень-очень надолго. Вот таким образом выглядит сам роликовый аппликатор. Аромат очень стойкий, немного навязчивый. И сразу, как только вы его нанесли, сразу он дает о себе знать. Сразу он ложится на вас и сразу начинает играть. Довольно стойкий, красивый аромат. Он мне очень нравится. С первых аккордов, с первых нот, как вы только его нанесли, он начинает играть. Сразу подчеркивает вашу индивидуальность. Сразу заявляет о себе буквально с первых, с первых нот. Вот такие получились ароматы в моей коллекции. Пишите, что нравится вам, что любите вы. Обязательно с удовольствием прочитаю. Возможно, вы мне что-то тоже посоветуете новенькое, интересненькое. Ну а на этом я свое видео заканчиваю. Увидимся в следующий раз. Всем пока-пока.